Все вопросы, которые мы с вами договорились, фонд начал работать хорошо, один из проектов уже профинансировали. Это тоже начало большого пути. Я обещал вам, что как будет освоение, я буду прибавлять на этот фонд деньги. Я при своих обещаниях остаюсь, вы с моей командой можете сказать. Региональный Камбарата тоже идет, продвигается. Я своим руководителем, которым занимается это, очень серьезно разговариваю. Последние два пункта – это Бегават и Багыш открыли. Знаете, не только ваши радуются, и наши радуются. Благословят двух президентов. Так что я еще раз хочу сказать. Сегодня, сейчас я с премьером Пакистана, он тоже задал вопрос. Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Тимур-Йоли, Намабулад. Я говорю, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Тимур-Йоли. Это продолжение Узбекистан, Афганистан, Пакистан. Представьте, когда эти две дороги построят, что будет Центральная Азия и Южная Азия. Это и Кыргызия, и Узбекистан. Мы будем тоже транзитными регионами, мы будем получать какую пользу, потому что я два проекта продвигаю, это проект века, это будущее наших стран. И самое главное, мы ждем, готовимся очень серьезно к государственным визитам в ваш Узбекистан. Очень хорошая программа. Но знаете, ни одного свободного месяца, ни одного свободной недели, что-то во вторую половину у нас не получается. Вот я хочу, чтобы спокойно и вы отдохнули, и я отдохну. Но не получается никак, понимаете? Завтра вечером, да-да, не спешим, спокойненько. Так что, я думаю, мы будем серьезно готовиться, мы с вами договоримся. Не спешим, яхше, когда погода будет хорошая, будем насыщенной, наша программа будет. Мы будем вас очень серьезно, я готовлюсь, я хочу тоже, как вы, мой визит был историческим, что у вас визит тоже был второй визит уже насыщенным программой, насыщенным результатом, и была историческим визитом. Яна Бармата, Садор Мургаджаевич, Узбекистанга, Хошкелепсис. Рахмата, Садор Мургаджаевич. Рахмата, Садор Мургаджаевич. Рахмата, Садор Мургаджаевич. Я очень рад очередной встрече с вами в рамках саммита глав государств, членов Организации экономического сотрудничества. Буквально недавно мы встречались в Астаме с вами в Бишкеке в рамках Совета глав государств СНГ и саммита ОТГ. Благодаря вашим усилиям в межгосударственных отношениях среди стран, участниц Содружества и ОТГ создана совершенно новая атмосфера взаимного доверия и конструктивного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям актуальные вопросы, находящиеся в двусторонней повестке кыргызско-узбекского сотрудничества, обстоятельно обсуждается и решается в духе взаимного понимания, доверия и поддержки. В августе текущего года главы наших правительств встретились в Челпанате и провели 10-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Предметно обсудили вопросы текущего состояния и перспективы расширения двусторонних торгово-экономических отношений. С удовлетворением хотел бы отметить успешно состоявшийся 25-27 сентября 2023 года, как вы отметили, официальный визит Тюра-Гаджу-Оркенеша Кыргызской республики Нур-Ламбек-Ашакиева в Узбекистан, в рамках которого у него была возможность провести встречу с вами. Отрадно, что между нашими странами, наряду с всеобъемлющим межгосударственным сотрудничеством, также и расширяются межпарламентские отношения, которые поступательно обогащаются новым содержанием. Нашими странами последовательно реализуются крупные совместные инвестиционные, транспортные и энергетические проекты. Также активно продолжается плодотворная работа по увеличению двустороннего товарооборота, где наблюдается положительная динамика роста. Приоритетным остается доведение объемов взаимного товарооборота, как вы отметили, до 2 миллиардов долларов США. Обеспечение значительного расширения экспорта кыргызской продукции в Узбекистан, привлечение инвестиций, промышленная кооперация, создание совместных производств, а также увеличение взаимного туристического потока между нашими странами. Мы заинтересованы в развитии многоплановых взаимоотношений с Узбекистаном, наполнении партнерства и сотрудничества дополнительными проектами и инициативами. Считаю необходимым постоянно дополнять имеющиеся договоренности за счет включения в них новых инвестиционных проектов по мере их детальной проработки. Культурно-гуманитарное сотрудничество, направленное на сохранение и развитие единого культурного гуманитарного и научно-образовательного пространства, находится на высоком уровне. Убежден, что успешное проведение Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане будет способствовать еще большему сближению наших братских народов. Тем более символично, что эти дни будут проходить в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Показательным также является сотрудничество в области образования и киноискусства. Запускается предложенный вами, уважаемый Шавхат Мироманович, новый формат «Диалог поколений», который, я убежден, также станет значимой площадкой для обмена мнений, сохранения духовных и культурных ценностей народов наших стран. Одним словом, у нас имеются все возможности, условия и, главное, взаимное желание для дальнейшего расширения и укрепления всеобъемливающего стратегического партнерства между нашими странами. И в завершение хочу пожелать вам, уважаемый Шавхат Мироманович, и всему братскому народу Узбекистана здоровья, благополучия и дальнейших больших успехов в претворении в жизнь всех намеченных планов и замыслов на благо вашей Родины. Субтитры создавал DimaTorzok